Национальное освободительное движение предводителей нового восстания. Давайте вспомним, о чем мы говорили, изучая раздел «Колонизация и народно-освободительная борьба». В чем причина частых восстаний казахов первой половине XIX века? Прежде всего, это колонизаторская политика российского царизма, сопровождаемая массовым изъятием земель. Кто из потомков хана Абылая был главным противником расширения влияния Российской империи на казахских землях? Его сын Касым Абылайулы и внук Саржан Касымулы. Посмотрите, пожалуйста, на портреты и скажите, что объединяет эти имена? Правильно, все они были предводителями восстания казахов против царской администрации. И сегодня мы познакомимся с новым руководителем восстания Кенесары Касым-Ола. Исследовательский вопрос. Почему восстание Кенесары приобрело общенародный характер? Давайте прочитаем письма Кенесары Касым-Ола царскому правительству и выясним причины и предпосылки восстания. Не смею и не хочу противиться начальству и не прошу о тех землях, на которых построены уже укрепления. Если бы вы попросили у государя-императора земли, следующие мне в наследство от отца нашего, как то Тургай, Олытау, Сарысу и по сию сторону Иссиль-Нуры, то заставили бы молиться о государе-императоре. Сколько я просила об этом высшее начальство, но оно никогда не слушало. Следующее письмо. Причины восстания. В первую очередь это сохранение независимости земель, не вошедших в состав Российской империи, возвращение отнятых земель, а также упразднение округов и отмена введенных налогов. Выдающийся русский ученый Коншин писал о Кенесары. Только в лице Кенесары Касамулы мы встречаем в истинном смысле народного казахского героя, мечтавшего о политическом единстве всех казахских различных племен и даже орд. То есть мы видим и слышим о том, что Кенесары мечтал о политическом единстве казахского народа. Русский путешественник Винюков отмечал, что в своих подчиненных Кенесары умел вселить обожание и готовность следовать за ним куда угодно. Сердца его соучастников бились безграничную до самоотвержения преданностью к своему предводителю. Кенесары умел быть достойным повелителем своих дружин. Духу, которым были одушевлены его шайки, позавидовал бы любой полководец европейских войск. Да, человек этот был личностью выдающейся. И нет сомнения, что при других условиях из него вышел бы недюжинный государственный деятель. Движущие силы восстания Движущей силой восстания были рядовые кочевники, шаруа, а также старшины, бии, султаны. В числе предводителей отрядов вошли известные народные батыры из трех жузов. Отряды повстанцев преимущественно состояли из казахов, но среди них были русские, татары, башкиры, узбеки, каракалпаки, туркмены, поляки и представители других народов. Некоторые из них занимали высокие руководящие посты, пользуясь особым доверием и уважением хана. Например, личным адъютантом султана Наурызбая был русский Николай Губин. Татарин Алим Ягудин был членом военного совета. Узбек Сайдак Кожа Оспанов руководил дипломатической службой хана. Все они вносили в армию кенесары элемент организованности и передавали восставшим свой опыт. Российский исследователь XIX века Мейер отмечал, вообще кенесары имел великий дар привязывать к себе людей и даже несколько русских беглых. Кенесары – внук Абылая, герой, народный полководец, дипломат, государственный деятель. А теперь посмотрите короткое видео. Колониальная политика царской России вынудила многих казахов противостоять гнету. Постепенно противостояние переросло в национально-освободительное движение, которое возглавил последний хан казахов Кенесара. Это великий государственный деятель, который, защищая интересы своего народа, открыто выступил против колонизаторов. Многие отряды царской России, прибывавшие на казахскую землю, чтобы подавить бунт, были уничтожены. Султан Кенесары родился в 1802 году. С детства он обладал полководческими и организаторскими способностями, научился верховой езде, а также был метким стрелком. По характеру был сильным, решительным человеком, держался высоко и благородно, умел слушать собеседника. Сначала Кенесары продолжил дело своего отца Касыма и брата Саржана. А далее он становится предводителем нового антиколониального движения против царской России. В отрядах Кенесары вместе с ним сражалась его сестра Бопай. Также в отрядах сражался младший брат Кенесары Наур-Эсбай. В записках российского исследователя Добросмыслова о Кенесары говорится, что этот султан был человек энергичный, решительный, обладающий к тому же недюжинным умом. Кенесары – предводитель восстания. Исчерпав мирные пути решения с Российской империей, Кенесары приступает к активным действиям и начинается восстание, которое охватило территорию всего Казахстана. Начавшееся восстание в Среднем Жузе охватило территорию младшего и старшего жузов. Военный историк Потта писал, что во главе мятежа стояла буйная, но даровитая и высшей степени энергичная личность. Батыры – участники восстания. В военных битвах казахов против регулярных российских войск вместе с Кенесары самоотверженно сражались такие известные батыры, как Агбай, Иман-Басыгара, Ангал, Жанайдар, Жауке, Суранше, Байсеид, Бухарбай, Байзак, Сыпатай и другие. А теперь познакомимся с каждым из них в отдельности. Агбай Батыр – известный полководец из рода Шубарт-Палы племени Аргун, был сподвижником Кенесары Касым-Улы. Батыр – Сыпатай-Алибек-Улы. Батыр из рода Ботпай племени Дулат был активным участником борьбы против коканцев. Всегда поддерживал Кенесары, однако в последнем сражении против киргизских монапов он оставил Кенесары, так как был не согласен с политикой хана. Батыр – Байзак Мамбетов. Байзак всегда защищал интересы казахов, старался проводить самостоятельную политику. При переходе из Сарарки в Семеречье Кенесары присоединился со своим отрядом к Байзаку. В 1841 году он с отрядами Кенесары участвовал в захвате нескольких крепостей коканцев. Также был участником последнего сражения Кенесары с киргизами. Батыр Жанайдар Оранбаев. Батыр Жанайдар прыгнул к восстанию Кенесары в 1837 году. На протяжении 10 лет он сопровождал Кенесары в военных отрядах. Был участником последнего сражения Кенесары вместе со своими тремя братьями. Памятник Жанайдару Байтыру, находящийся в Карагандинской области. А теперь давайте проверим полученные знания. Выполните, пожалуйста, задание, выбрав один из пяти вариантов ответа. Восстание Кенесары носило характер. Проверяем. Национально-освободительный. Отмена ханской власти, изъятие новых земель, введение новых налогов стали причинами выступлений казахов в 20-30-х годах XIX века. Основная цель восстания Кенесарыка Самула. Сохранение земель, не вошедших в состав Российской империи. Участниками восстания Кенесарыка Самула были Все слои населения. Какая территория была охвачена восстанием под руководством Кенесары Касымула? Весь Казахстан. Как звали младшую сестру Кенесары, которая была активной участницей восстания Кенесары? Проверяем. Бопай. А теперь подведем итоги урока. В 1837 по 1847 годы на территории Казахстана произошло одно из самых массовых и решительных восстаний казахов против царизма под руководством Кенесарыка Самула. Основная цель восстания – это сохранение независимости земель, не вошедших в состав России. Кенесарыка Самула остался в памяти народа, как выдающийся полководец, крупный организатор и видный государственный деятель. На этом наш урок окончен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова